Продолжая тему туризма, хотел бы показать такой вот предмет. Это наколенники производства фирмы Hatch. Но в принципе их производят, аналогичные производят достаточно много зарубежных компаний. Это вот такой вот он приходит в таком мешочке. Сейчас я их вытащу. Вот такие вот два наколенника. Они, ну понятно для чего они. Они для всяких, как снаряжения, для каких-нибудь там штурмовых отрядов или еще что-нибудь для переохранения колена. Но, на мой взгляд, они для туризма тоже очень имеют интересное применение. В том смысле, что когда вокруг костра что-то делаешь, где-то по лагере или еще почему-то, все время постоянно хочется встать на дно колена. Может быть там грязно на земле, может быть какая-то слякость, дождь и так далее. Очень неприятно ходить потом с мокрыми коленями. Ну и опять же, чем суше будет на человеке одежда, тем лучше, на мой взгляд. Плюс грязь, вода и грязь, если она немного абразивная, все это приведет к тому, что сама одежда скоро испортится после всех этих вещей. Здесь вот одев вот такие вот штуки на колени, вот такие наколенники, можно вообще не думать о том. Можно спокойно там вставать на дно колено там или просто остановиться на колени, когда... Очень часто хочется что-то сделать, там раздуть костер там или еще что-нибудь. Очень много таких вот дел по лагерю, когда удобнее делать это, стоя на одном или на обоих коленях. Вот такие, получается, крепятся они при помощи вот таких вот эластичных лямок. Здесь такая защелка, вот она так вот защелкивается. И потом, так как она в натянутом положении постоянно, то она держится на месте. Потом его... Здесь оно регулируется в некоторых пределах. Получается, здесь липучка, можно его либо сюда, либо... Либо вот сюда, например, ну и делать его больше. Смотря у кого какая толщина бедра, или же икры. Здесь и хэтч, с этой стороны, made in china. Они достаточно сравнительно недорогие. Очень интересная вещь для... Помимо своего прямого применения, как элемент экипировки каких-нибудь подразделений, то... Как элемент военной экипировки, то... Его можно использовать и как... Для турпоходов и так далее. Для отдыха на природе. Спасибо за внимание. До свидания.